Масштабные работы в эти дни развернуты на обим. Новосибирские речники возводят дамбу, она перекроет проток у левого берега в районе метромоста. Технику, которая увеличит высоту насыпи, уже отбуксировали. Сооружение по расчетам специалистов защитит городской пляж от мутной грязной воды во время строительства новой ледовой арены. Осыпучие материалы, в том числе песок, туда будут завозить на баржах. Дамба растет ввысь уже несколько дней. Плавкран ГК-5 под управлением Игоря Салимова работает на перемычке, соединяющей остров отдыха и левый берег Аби. По проекту гребень-насыпи должен подняться над рекой на 4 метра. Расчеты специалистов основаны на многолетних наблюдениях. Весной с алтайских гор идет большая вода. Данное сооружение должна предотвратить перелив воды во время паводка и, соответственно, вынос грязевых потоков в район пляжа. В тех участках я работаю с 1987 года. И насыпка дамб входила в нашу работу непосредственно. То есть по всей реке, для того, чтобы берега не размывала, мы производили отсыпку щебням, бутылым камнем. Техника работает круглосуточно. В темное время суток дамбу освещают яркие прожекторы. У командира судна Игоря Рашидовича самая ответственная вахта – с полуночи до 6 утра. Потом на отдых за рычаги садится один сменщик, а через несколько часов – второй. Песок берут со дна грузозахватным устройством. Грейфером его объем – 1,6 кубометра. По инструкции, выемка грунта только вокруг плавкрана. После теплоход передвигает его на другое место. Пока насыпь растет вверх медленно. Дамба длинная, нужна подмога, говорят речники. У нас в настоящий момент находится один плавкран в ремонте. В часе 10-15 дней он приступит тоже к работе и будет вдвоем поднимать. И где-то к концу июня, начале июля закончим. По словам специалистов, песчаная перемычка судоходству не мешает. Фарватера у левого берега Аби не было. Грузовые и пассажирские корабли всегда огибали остров с восточной стороны. Там немного выросла скорость течения, поскольку поток теперь не разделяется на два рукава. Несмотря на то, что остров отдыха сейчас соединен с левым берегом Аби песчаной перемычкой, ходить там речники не рекомендуют. Это очень опасно, особенно в центре дамбы. Грунт влагонасыщенный. Наступишь и сразу провалишься. Сотрудники администрации Обского бассейна внутренних водных путей огородили сигнальной лентой выход на дамбу с левобережья. Установили запрещающие знаки, но некоторые все равно идут. Накануне мужчина пытался проехать по насыпи на квадроцикле. Застрял, с трудом выбрался. Повезло, говорят речники. По словам капитанов, в советское время были случаи, когда люди, рискнувшие пройтись по таким же перемычкам, тонули в зыбучих песках. Анатолий Харитонов, Александр Ведерников. Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова